Доброе утро! Ну вот так получилось, что пошел по актерской линии. Ну вот как происходило вообще все это? Приходишь, поступаешь, там уже какие-то творческие туры, потом уже идет сочинение, коллоквиум. Но это уже никого не волнует, если ты проходишь хорошо три тура, если ты нравишься мастеру, то все, ты проходишь. Насколько я знаю, ты работаешь и продолжаешь работать в проектах телеканала «Россия-1» и телеканала «Культура». Вот расскажи, пожалуйста, об этих съемках. Ну что касаемо телеканала «Россия-2», я снимался в таких фильмах, как «Принцесса Янищенко». Это была роль Хаус, такой халтурщик. А в канале «Культура» был очень хороший проект Николая Николаевича Достоля «Роскол», про «Роскол церкви». Вот, и я там играл монаха, и вот эта роль мне очень понравилась. И Родиакона Милетия. Милетий был со своим таким хитрым взглядом, что-то где-то недоговаривал. Почему-то таки роль достается. Ну, это, видимо, имидж, да, такой? Ну, наверное, это просто природный. Хотя в то же время я веду детские передачи. Вернемся к актерской профессии. Вот она предполагает, что называется «вживаться в роль». Вот действительно ли необходимо быть тем персонажем, которого ты играешь? Он не так сложно войти в образ, как из него выйти. Там может понравиться. Опять же, зависимая себя от роли. Маленьких ролей же не бывает. Бывает у тебя вот такой эпизодик, но ты в него вкладываешь все-все-все душу. Бывает, роль тоже вкладываешь. И иногда бывает, что тебе говорят «мотор, камера, стоп!» Ты как здоровый человек. Спасибо, до свидания, грим снял, поехал домой. А бывает, что роль такая, которая тебе спать не дает. Судя по тому, что мы видим на экранах, взгляды продюсеров и вообще кинопроизводителей, деятелей, они устремлены на Запад. Вот именно та технология используется в производстве картин. А вот существует ли производство и направление чисто нашего классического русского кино? Для меня классическое русское кино – это кино до 90-х, наверное, годов. Кино, в котором присутствовала душа. Ты вот снимаешься в сериалах, да, ну вот работа в сериалах, она предполагает такую особенность. Ты отснялся, по телеку показали, и наутро ты проснулся знаменитым. Вы знаете, я еще не забрался на Лимславу, чтобы сказать, как мне потом оттуда не скатиться. Я еще, наверное, не было в моей жизни такой роли, после которой я сказал, вот я проснулся знаменитым. И, скорее всего, ее не будет, потому что уже в багаже 22 фильма, и я все не просыпаюсь знаменитым. Я больше чем уверен, что не бывает так, что вот ты в один момент стал знаменитым. За этим стоит очень огромный багаж человека, часов, работа, работа, работа. Это для зрителя кажется, что, о, никогда мы его вроде не видели, а сейчас он уже звезда. Если ты душу не вкладываешь в эту профессию и не живешь в этой профессии, то тебе делать нечего в этой профессии, я так считаю. Впереди новый телевизионный сезон. Есть ли творческий план на него, есть ли какие-то предложения, уже какие-то наметки? Сто процентов мы сейчас будем продолжать сентября снимать телеканал «Радость моя», где я работаю, снимать эту детскую передачу «Азбука цирка», мой любимый клон «Кармашек». И сейчас вот я уезжал, утвердили на роль, я правда не знаю какой-то канал, то ли «Россия», то ли «НТВ», «Второй убойный» будет называться. В общем, как всегда, преступник по кличке Борщ, который там следит за игровым бизнесом. И в конце сентября предложили поучаствовать в фотосессии для итальянского одного бренда «Сумак». Поеду в Италию, снимусь, попробую себя в качестве фотомодели. Не знаю, пути Господни Борщины неисповедимы, поэтому не знаю. Ну, в любом случае, тебе удачи. У нас в гостях был актер, театр и кино, телеведущий Янис Политов. Еще раз раздается огромный аплодисментов. Спасибо огромное, хорошего дня. Спасибо, Костя. Всего доброго, до свидания.